Добрый день и добро пожаловать в нашу студию Дукаскопи ТВ. Мы поговорим сегодня о том, каким образом ситуация на глобальном рынке может повлиять на развивающиеся страны. У нас в гостях Чарльз де Квинсенанс из M&G Investments. Добрый день, Чарльз, с тобой пожаловать к нам в студию. Добрый день, спасибо за приглашение. Какой философии инвестирования придерживается непосредственно ваша компания M&G Investments? Я бы сказала, что мы придерживаемся довольно гибкой стратегии. Мы инвестируем в совершенно разные страны. Мы предпочитаем различные классы активов развивающихся стран. Мы инвестируем в суверенный долг страны в национальной валюте, в суверенный долг, выраженный в твердой валюте, а также в корпоративный долг в твердой валюте. В процессе инвестирования мы стараемся придерживаться смешанного подхода. Мы работаем с бенчмаркинговой технологией сверху вниз. Это так называемый принцип нисходящего анализа, с помощью которого мы находим самые лучшие варианты для инвестирования. Мы стараемся понять, каким образом мы можем избежать возможных рисков и увеличить наш суммарный доход. На какие именно страны вы сегодня более ориентированы? На сегодняшний день ситуация в Бразилии, России, Китае сложная. В последнее время эти страны испытывают не лучшие времена. Однако, есть также и такие развивающиеся страны, которые демонстрируют положительную динамику. Это такие страны, как, к примеру, Индия. Низкие цены товарного рынка положительно влияют на экономику этой страны. Экономический подъем США положительно влияет на Центральную Америку, имеется в виду Карибский бассейн. Восстановление Европы, а также низкие цены товарного рынка также позитивно влияют на страны Восточной Европы. ФРС США собирается повысить размер процентной ставки. Каким образом это может повлиять на страны с развивающимися рынками? Это решение имеет очень большое значение. Но не так важно, когда именно ФРС США собирается это сделать. Важно, как сильно и какими темпами они будут повышать процентную ставку в течение следующих 12-18 месяцев. Какие существуют наиболее вероятные риски. В том случае, если ФРС США повысит ставку процента больше, чем предполагалось. 25-50 базисных пунктов, а возможно и больше. Есть риск, что это может привести к большому оттоку капитала. В мае 2013 года мы наблюдали резкое падение ценных бумаг, так называемый процесс Taper Tandrum, который уже происходил до этого в прошлом. Однако два года тому назад темпы падения рынка были не такими быстрыми. Поэтому я полагаю, что рынок активов уже заранее немного подготовился к такому решению ФРС США. И это не должно будет сильно усложнить ситуацию. Поговорим теперь о товарном рынке. В последнее время на рынке превалирует негативная ценовая динамика. Каким образом это влияет на различные развивающиеся страны? Это очень важный вопрос. Я думаю, что товарный рынок стоит разделить на две части. Это рынок нефти и рынок металлов. Для начала поговорим о рынке нефти. На сегодняшний день нисходящий ценовой тренд этого рынка вполне положительно влияет на некоторые страны. Это Китай, Индия, о которой я уже говорил ранее. Но есть и те страны, которые, напротив, страдают от таких низких цен рынка нефти. В Латинской Америке это Венесуэла, среди стран Ближнего Востока это Саудовская Аравия. То есть в основном это страны-экспортеры нефти. Есть как проигравшие, так и победители. Что же касается такого товарного рынка, как рынок металлов, то здесь наибольшее значение имеет рынок Китая. Он является одним из основных потребителей товаров рынка металлов. Соответственно, замедление экономического роста в Китае оказывает нисходящее давление на ценовую динамику рынка металлов. Такая ситуация, в свою очередь, влияет на странные экспортеры. Это страны Латинской Америки, Бразилия, Колумбия, Чили и Перу. Поговорим теперь немного о китайском кризисе и каким образом в дальнейшем он будет влиять на развивающиеся рынки. Как я уже говорил, Китай оказывает непосредственно прямое влияние на уровень спроса и ценовую динамику товарного рынка. Если говорить непосредственно о нынешней ситуации в Китае, все мы помним недавний крах фондового рынка. Однако, я считаю, это не основная проблема Китая. Им стоит сконцентрировать своё внимание на решении вопроса с задолженностью. Общая долговая нагрузка китайской экономики возросла до более чем 250% ВВП. Половина от этого долга, около 25%, это корпоративная задолженность. Это одни из самых высоких показателей по всему миру. В Китае есть некоторые секторы с очень высоким уровнем задолженности. Например, это строительный сектор. Это касается в частности девелоперских компаний. Размер задолженности является неустойчивым. Перспективы по росту экономики Китая были пересмотрены в сторону понижения. В том случае, если объём кредитования снизится, это окажет непосредственное давление на темпы экономического роста. Китай не сможет поддерживать такой уровень задолженности, и они будут вынуждены понизить уровень кредитования своей экономики. Чарльз, большое вам спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо и вам. Мы вам признаем ценность за внимание. Оставайтесь с Дугасской ПТВ. На сегодня всё. До свидания.